Представители бизнеса с большим интересом ждут первого открытого диалога президента Узбекистана с предпринимателями и инвесторами. В целях организации ожидаемого мероприятия на высоком уровне. В режиме 24 на 7 работал штаб по сбору и анализу обращений предпринимателей. Как показал анализ, вопросы в основном связаны с получением кредита, выделением земли и пустующих зданий. Предприниматели выступают и с предложениями, идеями по улучшению бизнес-климата в стране. В преддверии важного события в Чинасском районе столичной области состоялась встреча руководителей секторов с бизнес-представителями. Все детали у Уджамши Тасуатова. Совсем немного времени остается до значимого в жизни события предпринимателей. Встреча президента с представителями бизнеса позволит не только решить проблемы индивидуального характера, но и узнать об интересных идеях и инициативах по дальнейшему улучшению делового климата в стране. Сегодня в преддверии данного мероприятия на местах организовываются встречи местных руководителей с предпринимателями. К диалогу, организованному в Чинанском районе столичной области, присоединились порядка 60 представителей субъектов бизнеса. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с получением льготного кредита, выделением земли, увеличением производства и расширением экспорта. Местный предприниматель Мухидин Якубов ведет свою деятельность в области оказания транспортно-логистических услуг. Он получил кредит в размере 400 тысяч долларов США. На эти средства были закуплены грузовые машины из-за рубежа. Однако в связи с пандемией возникли задержки в доставке транспортных средств, вследствие чего была приостановлена деятельность компании. Возникли сложности с погашением кредита. Предприниматель обратился с просьбой о продлении сроков выплаты полученных средств. Данный вопрос тут же был изучен представителями соответствующих организаций. Будет оказана своевременная помощь. Наше предприятие занимается международной перевозкой грузов. Эта услуга является своего рода новшеством в сфере логистики для нашей страны. На встрече с предпринимателями мы озвучили нашу проблему и нам обещали решить ее в течение месяца. Мы хотим привлечь инвестиции из Европы для дальнейшего развития логистики в Узбекистане. Также хотим расширить нашу деятельность и создать больше рабочих мест. Хаслят Мухаммад Алиев из числа молодых предпринимателей района. За счет собственных средств он открыл цех по переработке бумаги. Необходимое оборудование и инженерные коммуникации уже установлены. Но из-за отсутствия оборотных средств не было возможности запустить мощность. Просьба Хаслят Бека Мухаммад Алиева была связана с выделением льготного кредита. Обращение решено положительно. Вдохновившись уделяемым вниманием со стороны президента развитию предпринимательства, решил наладить собственный бизнес. Хаким области ответственным лицам дал поручение по своевременному решению моей проблемы. После получения кредита мы сможем создать еще 10 рабочих мест. Будут трудоустроены юноши и девушки из молодежной тетради. Предприятие, которое ведет свою деятельность в Кибрайском районе, специализируется на выпуске масложуровой продукции. Постоянной работой здесь обеспечено 25 человек. В целях увеличения производственной мощности предпринимателям был получен кредит в размере 468 тысяч долларов США. Однако в связи с карантинными ограничениями возникли проблемы в доставке сырья из-за рубежа. Руководителю предприятия была оказана помощь в продлении срока погашения кредита на 6 месяцев. Используя льготные кредиты и в целом создаваемые условия, мы сможем не только восстановить наше предприятие, но и расширить деятельность. Раньше решение проблем предпринимателей требовало очень много времени. Сегодня, благодаря правильной политике президента, наше обращение решается в кратчайшие сроки. Вести предпринимательскую деятельность стало гораздо легче. Создается удобный деловой климат в нашей стране. А все потому, что нет барьера между представителями бизнеса и руководителем страны. По решению поступающих обращений назначаются ответственные лица. Устанавливаются сроки выполнения задач. Также предпринимателям даются разъяснения. Юридические консультации со стороны специалистов. В ходе этих встреч многие проблемы находят свое решение на месте. Представители соответствующих ведомств, ответственные лица уделяют внимание своевременному устранению имеющихся проблем. Данный процесс находится под постоянным контролем. Также в ходе встреч работы некоторых руководителей были подвергнуты критике. Отмечалось, что оказываемая помощь предпринимателям на местах ведется не на должном уровне. Необходимо усилить работу в данном направлении. Субтитры создавал DimaTorzok